По восточному календарю следующий 2023 год пройдет под покровительством черного водяного кролика. Сильного хищника тигра сменит маленький, но довольно шустрый зверек, неспособный обидит даже комара. Мы решили познакомиться с ним поближе. Кролики – существа милые, добрые, домашние и очень плодовитые. Поэтому, как уверяют астрологи, следующий год будет спокойным и богатым на интересные, хорошие события. В семье Зубковых живет кролик по кличке Ричард. Зверь породистый, флегматичный, спокойный, но с характером. Он не носится по всей квартире, он спокойно просто передвигается. Он чистюля любит умываться. Он как бы дружелюбный, но когда приходят дети, он начинает бояться, прячется в клетке. У него там есть одно специальное место, откуда его просто невозможно будет вытащить. При этом Ричард весьма неприхотлив, обожает свежую травку, сено и овощи. И не прочь прогуляться по газону в шлейке. Выносим на ручках, на травку, и он бегает с удовольствием. И мы за ним бегаем, конечно же, куда он, туда и мы. Потому что он неуправляемый. Если с собакой можно управлять, то кроликам ты никак не поуправляешь. А вот в доме Александра Черных живет целое поголовье кроликов. Разведением ушастых мужчина занимается уже много лет. Привет, ребята. Как у вас тут дела? Ну вот это и есть моя мини-ферма. Здесь сидит у меня маточное поголовье. Порода здесь белый панон сидит у меня. Порода хиколь. Вот. Ну и есть калифорнийская. Александр рассказал, что кролики – существа активные, крайне любопытные, но вместе с тем и пугливые. Резкий звук может довести ушастых до инфаркта. Они чем-то похожи на кошек, только всегда молчаливые. Редко-редко, когда им больно не могут кричать. Ни в коем случае нельзя в кролиководстве греметь, шуметь, потому что кролики не любят очень резких шумов. Музыку классическую любят. В преддверии новогодних праздников пообщались с символом грядущего года и сотрудники музея-заповедника Горки-Ленинские. Я в такой необычной компании, потому что сегодня мы готовимся к Новому году. У нас в усадьбе проходит съемка, которая происходит с участием Деда Мороза и вот этих наших хвостатых хранителей музея, кроликов. Мы готовим сейчас семейный фестиваль «Елка в горках». Хотим, чтобы здесь в Новый год было весело и уютно. В съемке приняли участие кролик Митрофан и Дедушка Мороз. Здравствуй, Дедушка. Ох, какой уготырь. Держи его, держи его под лапочки. Трясет, холодно ему или страшно? Страшно. Не бойся. Так какой он будет 2023 год черного водяного кролика? Нам всем будет приятно в следующем году получить заряд доброты. Этот год будет следующий. Мягким и пушистым, как кролик. Чего мы ожидаем и хотелось бы остальным пожелать, чтобы год обязательно был благополучным, приносил много радости и чтобы мы, каждый из нас, сумели сохранять спокойствие в любой ситуации жизненной. Наступающим годом по китайскому календарю черного кролика, ну у меня белые кролики, но с черным носом и с черными ушками. Поэтому я всем пожелаю мирного неба над головой, счастья, здоровья, всех благ. И чтобы у вас все было хорошо. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Александр Черных, Ольга Садовская. Видное ТВ. Видное ТВ.